Я Лариса Бузеева Здравствуйте, парни! Рады вас видеть! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы не Мишель? Нет, нет. Владислав очень приятный мужчина. Мне нравится. Вот объясните мне, как только возрастные программы, все разговоры про секс. Вот вы правда считаете, что в браке секс и вот эта манкость, может быть, до гробовой доски, это штука в кино? Владислав, вы знаете, честно говоря, мне слово секс не нравится. Что-то в нем механистическое такое, назовем ее близостью. И вот когда близость исчезает, мне кажется, тогда распадается брак. Ну, ведь в этом же двое виновны, понимаете? Ну, как тебе, Владислав, нравится? Ну, мне на самом деле важно, что он симпатичный. Нет! Что? Мне важно, что он подтянутый. Скажите, а женились вы тоже очень интересно по тем временам, когда все было в дефиците. И людям, которые подавали заявление в ЗАГС, выдавали всякие талончики, там, колечки золотые, костюмчик можно было прикупить, шпроты, колбаску, да? Вы знаете, получилось так, что мы с Ириной встретились, мы гуляли потом по ночной в Москве, был снег, и утром я сделал ей предложение. На что она резонно спросила меня, слушай, ну, мы знакомы только одну ночь, как можно это сделать? Я сказал, знаешь что, чем я ее покорил, я сказал, нам в ЗАГС при подаче заявлений дадут талончики на получение дефицитных изделий, там, колбаса, джинсы, костюм, там, и так далее. И она потом мне говорила, знаешь что, вот я посмотрел, какой трезвомыслящий человек, наверное, надо, есть смысл попробовать. И мы подали в Грибоевский ЗАГС заявление. Вы москвич, да? Нет, я учился в Москве просто, в Мост-Станкине, и она тоже там же училась. Через месяц, когда мы встречались, мы поняли, что нам хорошо вместе. Владислав, 23 года, ну что, их на помойку выбросить эти годы? Ни в коем случае. Я счастлив, что прожил сыр эти годы, что у нас прекрасные дети. Ну, давайте сейчас тоже не будем впадать вот в это состояние. Ну, Слово виноват, извините. Почему, ну, ни при чем здесь виноват, вы понимаете, это же проблема у очень многих. Ну, невозможно. Вот мужчины, вы такая порода, вы хотите все, чтобы было как в первый раз, вот как 23 года назад. Ну, так не бывает, понимаете? Вам кажется, вы в зеркало же реже смотритесь, что вы еще тот же 20-летний юноша. И вам кажется, что нужно так же зажигать, как и раньше. А все проходит, меняется. Ну, естественно, все переедается. Конечно, рано или поздно наступают какие-то трудности в браке, и в том числе и в интимной жизни. Мне интересно, понимаете. Не изменяли ей? Ну, да, изменял. Она знала об этом? Да, она догадывалась, и иногда это всплывало наружу, и это, конечно, было некрасиво. Может быть, это еще остужало ее, правда же, чувства? Потому что, как представить, наверное, вас с другой, тоже объятия-то не раскрываются после этого. Конечно, да. Если говорить о какой-то вине, да, если она сейчас смотрит эту передачу, Ира, да, я виноват, извините. А как всплывало-то? Любовницы, что ли, звонили? Да, ну, бывало. Все равно, знаете, как не стараешься скрыть какие-то следы, все равно как-то... Да и, мне кажется, когда долго живешь с человеком, уже на каком-то ментальном уровне чувствуешь. Нет, на самом деле он не выглядит там татарин, он или армянин, или груздин. Он выглядит, он всегда власый, такой взрослый, солидный мужчина. А сейчас не хотите татарочку, потому что Роза прямо, вот у нее глаза загораются на татарев. И она говорит, а куда там эти, куда там вам своим не хватает. Мне очень нравятся татарские девушки. И более того, вот я встречался, у меня была любовная история с девушкой, с татаркой. Вот я, мы год встречались. Ну, и она что? Ну, вы знаете, так получилось, что... Поняли, что с ней одними талонами в магазин, да, не отделаешься. Там уже, кроме джинсов, нужны золотые пуговицы, бриллиантовые на джинсах, да, и колбаса. Нет, нет, она абсолютно не меркантильная была девушка. И расстаясь мы просто потому, что... Ну, она, видимо, не видела перспективы. А с тобой у девушки лет-то было? Девушке 23. Ну, то есть хотела замуж, наверное, с семьей. Наоборот. Я все равно это не одобряю. Мне кажется, что он должен с женой своей помириться, наоборот. Но насильно мил не будет. Скажите, а почему после развода сын остался с вами? Ну, я считаю, что мужчина должен воспитывать мальчика. Ну, вот так вот случилось. Конечно, 52 года вам не дашь. А хотите новых детей в новом браке? Да, конечно. Я хочу семью, и я хочу детей. Потому что это такое счастье. Растить маленькое чудо, это... Ты же знаешь, я очень хочу детей. И я, наверное, если бы... Ну, есть желание, да? Конечно, огромное. Я хочу очень много детей. А сейчас сколько сыну? Сыну 16 лет. Ну, то есть понимаете, что он должен будет найти общий язык, и как минимум еще лет 5-7 он будет жить с вами. Он растет очень умным мальчиком и благородным. Вообще, Владислав как-то очень насторожен. Мне кажется, что он очень зажат, и что-то его напрягает. Куда невесту молодую приведете? Ну, вот я купил новую квартиру. Как раз на этот год мы с Никитой въехали. А давайте посмотрим. А, да, давайте. В эту квартиру мы с сыном переехали на прошедший Новый год. И когда я делал ремонт, то постарался сделать все максимально светлым, просторным, без лишней мебели, чтобы ничто не утяжеляло взгляд и ощущение свободы. Это комната моего сына Никиты. У него есть все, чтобы полноценно учиться и отдыхать. И еще из окна открываются просто прекрасные мебели. Как вы видите, в моей комнате тоже нет ничего нижнего. Деван, чтобы спать, телевизор, чтобы смотреть. И очень много свободного пространства. Чтобы спокойно себя чувствовать и даже сниматься с формы. Сегодня на обед я приготовил красного рыбу с овощами. Красная рыба – это омега-3, поинтасыщенные жиры. А про пользу овощей даже рассказывать не надо. Вкусно, ну и здорово. Здорово. Я хочу к Василисе обратиться. Василиса, редко встретишь мужчину, который, допустим, за яркие обои, за яркие тарелки. Все-таки вот их нужно в этом убеждать и умолять. Потому что, мне кажется, это красиво и нарядно. Я вот билась просто смертным боем с Игорем, чтобы были обои. Ну, ты знаешь... Посмотри, как у него все. Да, ну потому что весы. Потому что весы. Весы? Он весы. Он весы. Он весы. Он весы. Это... И что это значит? Ну, весы, конечно, очень романтичный знак. Но я... У меня муж был весы. Я знаю, что это такое. Не каждый мужчина себе такую яркую футболку, например, сможет позволить. Скажем прямо. В принципе, футболку. В принципе, футболку, да. Да, не лето. Футболки, вон, татуировки. Аккуратненько нам покажите. Осторожно. А это кто там? Вы знаете, здесь дракон, а здесь тигр. Тигр, но он не агрессивный. Посмотрите, он даже не очень печальный. У моего Игоря тоже тигр. Я в нем себя увидел. Ну, так как... Классический представитель знака весы. Мужчина, который любит себя и любит себя показывать. В этом нет ничего плохого. Они даже воинственными бывают и любят военную форму для того, чтобы, знаешь, красиво смотреться, понимая, что она им идет. Помнишь, был какой-то фильм еще советский, когда где талию будем делать? Когда у мужчины есть татуировки, мне кажется, что это притягательным является. Владислав, а женщины какие нравятся, в принципе? Ты что, не видела на профаль? 20-30. А я думаю, что грустно сижу. А у нас еще первый жених, у которого такой гурман к нам пришел. Азиатки нравятся. А, кстати, почему азиатки? Мне кажется, в них есть какая-то тайна. Вот мне так кажется. Да, он действительно соответствует параметрам. То есть он не абы откуда-то взялся, старикашка какой-то, и хочет молоденькую девчонку, как большинство, ну, не большинство, а как многие мужчины. Его можно полюбить. А вот вы ее приведете в этот свой красивый дом, да? И наверняка будут у нее какие-то условия, потому что вам 52 года, у вас уже свои привычки. Принципиальные моменты-то должны существовать? Мне не нравятся девушки, которые курят. Это однозначно, это 100%. Ну, и которые выпивают. И самое главное, которые, знаете, наполевательски относятся к себе. Потому что я считаю, что человек, который не следит за собой, ну, за своим телом, за здоровьем, да. А зачем в понятии следит за собой для вас? Прежде всего, здоровье. Здоровье. Дело в том, что я сам 3 года назад перенес тяжелую болезнь. У меня был сахарный диабет. И... Второй степени? Да, второй. А от чего она у вас образовывалась? Нервы? Стресс? Нет, нет. Вы знаете, катализатором вот этого такого срыва послужила пьянка двухнедельная. Я тогда еще выпивал. А, вы сами тоже закладывали, заворачивали, нездоровый образ жизни. Да, да, да. Тогда да. Но вот это произошло 3 года назад, и я сам изменился. Вы вылечились, да? Да, полностью. Да что вы говорите, сколько у вас сейчас сахара? У меня сахар в районе пятерки, там 5,5, уже 3 года. Да что вы, вы себя второй степени вылечили сами диабет? Полностью, да. То есть здорово, браво. Ну это то, аплодисменты точно. А сколько вы весили, как факт вы говорите? Я весил около... Лесил около 90 килограммов. Я вел малоподвижный образ жизни. Я был полненьким таким. И вот на этой почве, на почве вот этого усиленного алкоголизма, я считаю, что это действительно был алкоголизм. Ну, не отразилось на вас. На самом деле, молодец, потому что он поддерживает здоровое питание, соблюдает здоровое питание и хорошо, что не пьет. Это плюсик, Валь. Это огромный плюсик. Да, да. Я думаю, что она должна уважать мои увлечения, а я должен... Давайте вот так... Это ваш байк, да, я так понимаю, ваше увлечение? Ну да. А еще это вас вдруг туда потянул-то в экстрим? Там же молодежь. А давайте мы посмотрим. Сегодня отрабатываем хороший, красивый элемент, который называется горизонтальный виз. Вперед! В целом он хороший, он спортсмен. Мы совершаем тренировку мощными подтягиваниями. Виталий, бесконечный. А вы мото-любитель или прямо байкер-байкер? Я мотоциклист, как и мои друзья Аркадий, Дмитрий. А сколько такое вот стоит? Полтора миллиона где-то. Рублей, рублей. А не пробовали все-таки на старости лет как-то с комфортом ездить? Там в дорогой машине, за рулем. А жена ваша молодая с ребенком... Когда он повзрослеет, тогда будет. А сейчас нет. А надо будет сидеть сзади, волосы ее будут развиваться. И она так сидит на ветру. Вау-вау, с ребеночком. Сейчас есть возможность познакомиться с первой невестой. Проходите. Здравствуйте, Владислав. Меня зовут Дарья. Привет, Дарья. Я из города Санкт-Петербург. Очень рада с вами познакомиться. Пройдемте. Пройдемте. Дарья. 21 год. Помощник руководителя в сети салонов красоты. Занимается спортом, ведет здоровый образ жизни и любит быструю езду на автомобиле. Предупреждает, что очень ревнивые. Мечтает открыть свой бизнес. Бывший возлюбленный Дарьи был представителем золотой молодежи, и этот факт был единственным его достижением. Надеется, что Владислава есть за что уважать. Дарья, родители знают, что вы к нам пришли? Ругаться не будут? Да, конечно. Моя бабушка находится сейчас в зале. Она наблюдает. Бабушке сколько? 47? Бабушке 70. Не скажу с кем, с чем. Но взрослая. Ну вот, желание исполняется у человека. Девушка азиатской внешности, достаточно красивая, молодая. Что вы по национальности? У меня русская мама и папа креец. Так расскажите про своего парня, это золотого мальчика. Мы встречались три года. У нас были серьезные, достаточно серьезные отношения. Да, он учился в свое время в суходетском корпусе, потом в университете. Но при этом я не видела с человеком каких-то определенных перспектив. А сколько ему было лет? Он у меня старше на три года. А какие перспективы могут быть у парня 20 лет? Вы знаете, многие, я встречаю действительно людей, которые в 20 лет, и в 19, и в 17 стремятся к чему-то. Они ставят какие-то цели. Это если он приехал из Тюменской области, ему нужно в Москве укрепиться. Он будет работать, разгружать вагоны, вечерне учиться, мыть посуду в соседнем кафе. А если вы говорите, у этого парня уже была золотая ложка с рождения? Ему зачем нужно было ломаться? Он учился себе, учился и прожигал эту жизнь, молодость свою. Валя, ты видишь их вместе, к примеру? Нет. А себя? Пока? Я пока думаю. Вот я просто представляю, что Владислав приводит в семью 25 лет разницы с сыном. У сына уже такой пубертат граничит с возрастлением, когда на уме только одно. И вот вы утром такая, с распущенными волосами, в коротеньком халатике на кухне. А ему учиться нужно. Это трагедия. Это так же, как молодого мужчину в свою семью, где взрослая дочь. Понятие? То же самое. У него танчики пока. Танчики у него. Компьютер, танчики. Если эта девушка будет его подругой в дальнейшем, то разница между сыном в возрасте и девушкой слишком мала. Как вы проводите свои выходные, Владислав? Вот тебя слушайте внимательно. Она спит до четырех вечера. Да, я сова по натуре, действительно. По выходным я не предпочитаю клубы, совсем это не мое. А что вы занимаетесь ночью? Я могу пойти в ресторан со своими подругами, провести с ними прекрасный отдых. Вот представляете, вы идете в караоке с Владиславом, а к вам подходят и говорят, слышишь, когда папка слиняет, хочет уже с тобой контакт. Да, папа, сейчас ты поближе. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция или тайна. Я выберу свет в шкафу. Господи, какой там скелет? Не говори, не говори. Правда, нет скелета? Нет. Я вот верю людям. Настого прям. То, что они говорят. Почему нет? А вы приготовили сюрприз? Да, мы приготовили сюрприз. Проходите. Тема, тема. Девочка красивая, да. Мужчина может, конечно, побороться за ее красоту, чтобы она достойно выглядела, и он достойно выглядел рядом с красивой женщиной. Ну, посмотрим. Посмотрим, как это получится. Ну что, я обожаю эту вещь. Прямо обожаю. А что это? А это Тимати Пай. Ты что такая дерзкая, а? А погромче нельзя? Ну и что это за кошмары? Ну, молодец, смотри, он поддерживает, несмотря ни на что. Понравилась она, ему не понравилась. Он молодец, он ее поддерживает, он танцует. Там что происходит на сцене, не пойму. Ничего не происходит. Ну, послушайте. Ни одной минуты вы не дерзкие. Ни секунды ни одной вы не дерзкие. Спасибо, девочки. Вы проходите в свою комнату, а вы, парни, к нам возвращаетесь. Ну так себе сюрприз. Сейчас будет лучше. Это не... Да, задумка была неплохая, исполнение никакое. Ни с вашей стороны, ни девчонки, никакие не дерзкие. Не готовы были? Ну, конечно, мы не дерзкие. Дерзкие, это вообще не про нас. Мне кажется, мы облажались. Смотрелись жалко все. И вы, потерянные, несчастные. И они вроде и сделали себя и такие интересные, и хорошенькие, но за этим абсолютно искры никакой. Ни-че-го. А вы реально думаете, что молоденькая девочка полюбит вас за ваш внутренний мир? Они, похоже, все реально так душат. А вам понравились девочки? Девушки понравились, но в качестве невесты я абсолютно не представляю девушку. Знаете, почему мы другие, Владислав? Вот я, например, ну я вообще учительская дочка, да? Я в 21 год ко всем, кому было там за 25, говорила исключительно вы, и я стеснялась. Я даже не представляла, как, допустим, я там с Андреем Мехковым могла вот так на одной ноге, там с Никитой Михалковым. Я их, правда, как-то не стыдилась. Мне казалось, где они даже возрастно, и где я. Да. Сейчас границы уже эти, конечно, стерты. Сейчас, вот, слышишь, ты что такая дерзкая? Сейчас, конечно, все по-другому. Роза, младше твоей дочери. Не, во-первых, я сразу сказала... Хорошенькая, ну хорошенькая. Да нет, Даша-ка вообще хорошая девушка. Я что, я помалкиваю, потому что мне это вообще смешно, вот все ваши фантазии. Более того, даже если вы уговорите ее вот своим бицепсами там, на байке, все остальное, как вы с родственниками договариваться будете? Зачем нужен взять ровесник, а? Ну, Роза, я буду жить до 100 лет. Это по-разному бывает. Давай уже не клевать. Ой, да ну что клевать? Да его клевай, 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 не клевай. Господи, он же не вот думает-то не вот то, что сверху, а то, что снизу. А что звезды, скажи, пожалуйста, по поводу Дарьи? Я даже не могу 21 год о чем? О тяжелой судьбе ее говорить, что-то ей советовать. Пусть она наслаждается. Но в случае с Дарьей можно дать волю фантазии и пофантазировать о ее будущем. С помощью гороскопа это делать легче. Восходящий Марс в Ольве. Девушка будет часто по жизни пробиваться мужскими способами. Когда надо именно пробиваться, когда надо что-то вытрясать, добиваться, толкаться локтями, когда это необходимо. Но это тоже, да, новое поколение. Ей нужен мужчина, спортсмен настоящий. Но спортсмен не такого типа, как вы. Вы пришли к спорту, к заботе о себе через проблемы со здоровьем. Ей нужен спортсмен убежденный. Тот, который с детства гоняет мяч, например, или физически очень активен, агрессивен. Такой дерзкий. Вот тот, про которого она пела, но только в женском обличье. Конечно, это не вы. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. В мире не бывает случайностей. Может быть, и наша встреча судьбоносна. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Валентина, 34 года. Генеральный директор компании по производству дизайнерской одежды. Вяжет крючком и спицами. Гордится своим делом. Предупреждает, что не будет готовить мужу завтраки по утрам. Мечтает иметь много детей. Пруг поддержал Валентину в трудную минуту, а разделить с ней радости не смог. Надеется, что Владислав будет ей предан всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, хороша, что там говорить. Хороша. Спасибо. Ой, что это вы там держите? Какое-то животное в руках. Что это такое? Это мне необходимо для сюрприза. И вы узнаете об этом позже. Ну, хорошо. Вот она ему подходит. Да, да, да. Вот он ей подходит. Идеально. И симпатичная. В какую такую трудную минуту вас поддержал ваш мужчина? Отца не стало, очень в раннем возрасте. И семья развалилась. Вдруг развалилась со смертью отца? То есть он руководил процессом. Все знали, куда идти, что делать, как вести себя. И тут не стало этого человека. И все думают, а что делать, да? Откуда деньги добываются? А куда можно? То есть ничего нельзя было. У нас был очень строгий отец. То есть я в 6 часов, все должны находиться дома, и никто никуда не должен ходить. То есть никаких гуляний, никаких мы не знали до 18 лет. Я не знала, что такое дискотеки, что такое вообще пойти в клуб, что такое вообще пойти погулять вечером. Детей держали в строгости. Это тоже хороший залог воспитания для хорошего будущего. Почему у вас были плохие отношения с матерью? Из-за чего? Ну, я не знаю. Просто получилось так, что как будто... Я не знаю, почему это произошло. Как-то я взвалила на свои плечи все. И стала тянуть, да? То есть я всех стала дергать. Сколько детей? Ну, трое. У нас, получается, четверо у меня братьев. Но с кем мы остались, все просто уже взрослые. Кто-то на Сахалину ехал далеко. Я предпоследняя. И как-то почему-то я взвалила все на свои плечи и потянула. Так бывает, кто-то один должен. Я не знала, как это произошло, почему именно я. И я стала, естественно, говорить, что можно, что нельзя. Потому что, как мне казалось на тот момент, я знаю, как правильно. Но у нас не сошлись взгляды на эту правильную жизнь. И из-за этого, естественно, происходили скандалы. У вас мама за что выгнала из дома? Ну... Это такая мелочь. Мне кажется, это не было причиной. Мне кажется, что это просто, знаете, как накипело. И она просто не смогла справиться. И вот я как-то... С чем не смогла? Сколько вам было? 16? 18. Ну с чем? Что вы поздно приходили, вы дерзили, ничего не делали по дому? Нет, я как раз вот именно все делала. И мне так обидно было, что матери, они проституток, наркоманов прощают, любят, заботятся. Никому не отдам, мое. Да. А я вот работала, все делала, их пыталась сплотить всех, но почему-то всегда крайняя была я. Я не знала почему-то. Понимаете, для того, чтобы сказать, пошла вон из дома дочери 18-летней, нужно какой-то повод все-таки. Ничего, Валюш, послушайте, ну, Вальчика, детка, ну, да, а что, и слезы, они накипело? Почему нет? Есть возможность? Нет, просто всегда... Я стараюсь об этом не думать, и поэтому... Давайте я сама успокую, не трогайте Валентину, Артем. Вот что стало последней точкой кипения? Вот после чего она вам сказала? Убирайся. Ну, это бредовая такая история. Элементарно, не помыла печку. Ко мне пришли друзья, говорю, мам, конечно, я приду и помою ее, да, там. Она говорит, если ты сейчас уйдешь, то ты больше не вернешься. Ну, во мне есть эта гордость, я не знаю, отца ли она у меня в крови. И, получается, я ушла с своими друзьями, да, и я пришла, и двери были закрыты, и меня больше никто не пустил туда. Нам надо было тоже заплакать. Зачем? Зачем? Мы даже заплакали. У нас нет таких жизненных историй. У меня был друг. Был друг, с которым я дружила. Просто... И он поддержал, просто он стал со мной находиться там. Он меня поддерживал, потому что я плакала, и у меня были срывы. То есть я все время плакала. Я плакала, плакала и днем, и ночью. Вот. И он... У него тоже была история такая нелегкая. Ну, в общем, вы с ним сошлись, он вас пожалел, конечно, отогрел, родилась дочка. По несчастью, сошлись по несчастью. Да, конечно, сошлись по несчастью, это не очень хорошо. Так же, как у жениха, когда он предложил жениться только из-за того, что есть талоны на дефицитные товары. Я считаю, что это немножечко неправильно для создания семьи. А родилась дочка у вас в скором времени? Да. А с матерью отношения уже могли бы и наладиться? Кто сделал первый шаг? Я хочу, чтобы у моей дочки была бабушка, несмотря ни на что. Получилось? На какое-то время, да. И сейчас я... Скажите, а мама пристрастилась к стакану вот в этот период, когда вы поссорились или раньше? Не хотелось об этом говорить. Ну что, проблемы есть, почему о ней не говорите? Ну что, моя мама от этого умерла. Она что-то увидит. Может быть, увидит и отодвинет стакан, например. И уже сделаете доброе дело. Увидит, что вы страдаете и плачете. А что, послушайте, ну кто-то должен кому-то говорить, для того, чтобы процесс пошел в обратную сторону, возвращение к себе. Ну давайте будем все замалчивать, захихикивать, забалтывать. Зачем? Я подумала, что ее это... Я просто проанализировала, я ходила к психологам, что может быть действительно у человека нет радости в жизни. И тут появится вот малыш, да, и она будет вот как с внучкой гулять, куда-то водить ее. И у нее появится какой-то... Смысл. Смысл в жизни. И на какой-то момент действительно это помогло. Вот. Я была... Я безмерно счастлива была. Я спокойно могла оставить дочку. А когда в очередной раз пришли, увидели, что мама взялась за старое, да? Мама была опять нетрезвая, мягко сказано. В этот момент, это был второй момент в жизни, когда меня погнали с такой метлой. За что? За то, что я сказала, что это что такое? Я не могу, получается, доверить тебе ребенка. И уже тогда вы захлопнули двери, да? И тогда все, я... Нет, мне сказали, просто иди и командуй себя дома. Мне кажется, девушка не подходит... Женщина? Мне кажется, эта невеста не подходит Владиславу, потому что ей нужен такой же эмоциональный... Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Скажите, а семейная ситуация была ваша параллельно легкая, тяжелая? Счастливы жили? Да, я думаю, что да. Вы все про себя знаете. Вы понимаете, что вы прихорошенькая? Все, конечно, знаете, правда? Вы породистая, стильная, у вас необыкновенная фигура. И он, наверное, дико ревновал? Он ревновал, да. Я думаю, что он не будет ревновать свою жену. Хорошо развелись мужи? Без проблем, без дележа? Нет, конечно, делили. Дошли скандалы до того, что делили все. Потому что все нажили по крупиночке, по копеечке вместе. Сколько общей сложности прожили? 12 лет. 12 лет, конечно, не выбросишь никуда. Сколько сейчас ребенку? 6. Девочка, да? Да. Детей хотите еще? Очень. Правда? Очень хочу детей. Красавицы. Вы видите, что красавица, правда? Очень красивая. Молоденькая нужна, а ей уже как ему почти. Друг ваш, который так участвует, так внимателен, хватает вас за ручку все время, что вас связывает? Дружба. Ну, мужчины не очень... Работа? Нет, у нас... Вы ревнивы? Да. Да. То есть вас будет напрягать вот дружба с Артемом? Да. Если у вас все сложится? Он слишком красив для друга. Какой у нее милашка друг. Нормально разговаривает. Что касается вот таких красивых молодых людей, которые по работе связаны, это легко проверить. Спицы, там, двоечку в руки ему, допустим, и что-нибудь такое. Ну, хотя бы, хотя бы английскую резинку со спущенными петлями сделайте и проверим. Это друг или специалист. А вы умеете вязать? Нет. Ну, вот, судя по этому разговору, он уже решил его проверить. Друг это или не друг. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Мне бы хотелось узнать, есть ли какая-то семейная традиция у Валентины. Да, у меня есть. У нас есть семейная традиция, да. Как я сказала, у меня очень строгие родители. У нас всегда считается, мужчина это глава семьи. Когда идёт застолье, вечером собираются, да. Никто не садится за стол, пока не сядет, не начнёт есть мужчину. Это вы в своей семье, сейчас у вас же нет мужчины. Сейчас у меня нет мужчины, но, допустим... Во-первых, вы, более того, вы... Поэтому она не ест вообще. Готовь, смотри на нее. Ждёт, пока мужчина придёт и сядет в её доме. А так, бедную же, в чём душа держится? Вы приготовили сюрприз какой-то, я смотрю. Вот что-то вы там руками шелудите. Я надеюсь, не только у нас будет ужасный сюрприз. Я тоже надеюсь на это. Я думаю, только у нас. И так как я вяжу, и скоро у нас зима. Я бы хотела Владиславу сделать подарок, связать собственными руками. Это будет и уютно, и тепло. Альпака, махер и немножко синтетики. Нет, это стопроцентная шерсть мериноса. Круто. Я не видела такую крупную шерсть. Это самая крупная в мире шерсть, да. Из неё очень тёплые и уютные вещи получаются. А что вы... А что вы... Это снуд будет шарф. Шарф? Шарф. А может быть, вы его довяжете у себя в комнате, а потом... Да, а, кстати, вас кто научил вязать-то? Откуда вы знаете? Жизнь научила. На самом деле, у меня Ирина, бывшая жена, она прекрасно вяжет сама, и у неё был бизнес, связанный с... А-а-а. А, она сидит вяжет. Ну, я тоже могла бы сидеть вязать. Я вышла из танцевала. Спасибо вам, но не забудьте подарочек вернуть. Хорошо? Спасибо. Ну что, парни, вам нравятся девушки модельной внешности? Да, ноги бесконечные. А? Ноги бесконечные. Ноги бесконечные. Я думаю, что не только на внешность влияет. Нет, кому-то не нравятся гуды такие барышни. Валь, надо довязать всё-таки и подарить. Я так нервничала, хотела их связать, когда я сижу, хотела их говорить и вязать. Ну, ты зря, что раз нервничалась, конечно. Очень интересная девушка, очень, мне кажется, умная, с глотки внутренним миром. Да, да, да. И возраст, ну, хотя бы не такой, ну, политически, прямо 140 лет разницы. Как вам, Валентина? Очень интересная девушка. И у неё... Редкое имя, во-первых. Валентина, Валентин, да. Валентина, да. Красивое имя. Роза, тебе понравилось? Мне Валюша нравится. Вот единственное, что дочка у неё. Вас не смущают чужие дети, нет? Конечно, нет. Дети – это счастье, это радость. А меня смущает просто вот... Ну, как так можно? Нужна 52 года. Послушайте, Владислав, нужна... Вам всё равно, что будет, если будет молодая жена, что будет с вашим сыном? Такое ощущение, что он живёт у вас в параллели. Вас не смущает, что девочка будет маленькая? Она тоже будет расти, детский сад, школа. Я понимаю, что вы не женщина, а мужчина. То есть у вас такие вещи, ну, это... Он ещё и своих плюс хочет. В двух комнатах... Что у вас есть? Послушайте, чем вы зарабатываете? Какая зарплата у вас в месяц, кстати? Роза, у меня своё дело, у меня нет зарплаты. Ну, хорошо, сколько у вас доходов в месяц? Чисто. На что хватает? Ну, на мотоциклы за полтора миллиона хватает? Да он приводит эти мотоциклы, я пока только один видела. И то неизвестно, потому что он в кредите. Они тут приходят и все рассказывают. Роза, у меня нет кредитов. Да что ж он на него набросился-то? Вроде уже и татарин, и красивый. Не татарин. И настоящий татарин? Нет. Не настоящий. У меня много разных кровей. А, татарской нет? Да нет, это только он знает татарский. Ну, и даже не в этом дело. Даже не в этом дело. Не татарин. Тьфу-та. Роза, почему вы считаете, что... Вот смотрите, Валентина живет с дочкой. Почему вы считаете, что вы отказываете ей в праве обрести семью? А найти мужчину? Я ей отказываю. Я наоборот рекомендую это делать. Но не с... Знаете, вот через 10... Но не со мной. Через 10 лет... Нет, Владислава, я к вам нормально отношусь. Но через 10 лет ей придется спать с мужчиной, которым за 70. А она вполне могла бы... Почему садится с мужчиной? Потому что ему за 62. Ну? Ну, так и ей будет уже 44. Ну, вот 62 и 44. Да, разница есть. Не очень большая. Даже мне сейчас не хочется. Я вот как смотрю на нее, думаю, ну ладно, я вот Владку сейчас примерю на себя. Хороший мужик, что ты привязался к нему. Да не хочу... Ну, послушай, а почему бы мне помоложе бы не взять? Но я замуж за них не собираюсь. Зачем же я у них молодую, самую вкусную жизнь отбирать буду? Валентина же бороться-то пришла, а не ты. А Валентине он нравится. Так вот я тебе говорю про что? Что я злюсь-то сижу? Жалко девчонок. Жалко у пчелки. Нормальный мужчина и нормальная женщина. Что, Василий, скажешь? А вот и шарф наш. А после шарфа я ей скажу. Вот, вот женихов. Влад пришли теплые вещи. Так быстро? Я хочу, чтобы... Ну, руки-то не дрожали, она же была не рядом с вами. Тепло? Так уютно. Можно так, можешь намотать его. Нет, ну, можешь еще намотать. Когда тебе будет зимой, там еще можешь намотать. Хорошо? Ладно? Да. Спасибо большое. Чтобы было тепло и уютно. Спасибо. Спасибо. И шикарный. Да, с удовольствием хорошо. О, наконец-то он хоть какие-то эмоции проявил. Он поцеловал ей руку. По-моему, если не сложится уже... И все, и все. Извините, ничего личного. Хорошо. Какая вы озорница. Проходите. Расслабилась. Так она из своей ноги легко такую петлю сделает на шее. Зачем шарф? Альпака. Давайте, проходите, знакомьтесь. Альпака, подожди. Нет уж, астролога лишили слова. А астролог должен уже сказать. Я тебя уже и забыла, Вась. Вот тебе ответили. Вот вспоминай. Вот я уже... Так приходи на работу почаще. Так вот смотри, пришла же. Ну, что-то как красное солнце. Пришла, ушла. Ну, ты пришла, дайте сказать. Говорит все правильно, но это тоже такая видимая правильность. Соединение Сатурна с Юпитером в весах очень часто производит впечатление того, что человек действительно правильно рассудочно мыслит. На самом деле, женщина-водолейха с Марсом в рыбах, свободолюбивая, и очень редко оценивает последствия своих действий полностью адекватно. И никак не может понять, что с ним произошло. А на самом деле, причина в самом человеке. Разбираться надо в себе. Потому что изначально неправильный расчет. Изначально она выбирает не тех людей. Изначально не совсем верно себя ведет. А я не умею правильно. Меня этому не учили. Поэтому я считаю, что ей в следующий раз, выбирая мужа, нужно будет прислушаться к чьему-то мнению. А ты думаешь, она не пойдет к ней, Владислав? Думаю, шансы очень велики. Потому что здесь есть... Скажите, а здесь есть... По какому принципу объединяться? Да у нас из краба летела, аж меня даже задело тут. Но ей сейчас нужен человек более эмоциональный. Мне кажется, что Владислав сейчас нам не додает этих эмоций. Проходите, знакомьтесь с третьей. Здравствуйте, Владислав. Очень приятно с вами познакомиться. Я тоже люблю мотоциклы и татуировки. Давайте выясним, может быть, у нас еще что есть общее. Давайте попробуем. Рима. 43 года. Мастер перманентного макияжа. Занимается спортом и гоняет на мотоцикле. Гордится прозвищем, которым ее наградили друзья. Мечтает купить дом. Бывший муж Рима был неуравновешенным человеком. Когда поймала себя на том, что испытывает перед ним страх, забрала дочь и ушла. Надеется, что Владислав адекватный мужчина. Вот прям сильно подходят друг к другу. С самого начала даже за ручку пошли. Сразу у них появилось... У них есть между ними, проскочила какая-то искра. Почему боялись мужа? Потому что он иногда вел себя неадекватно. А когда выходили замуж до этого момента? Мы познакомились, когда нам было 16 лет. И до 19 лет мы продружили, провстречались. И, конечно же, как любая молодая девушка, мне хотелось семьи, любви. И когда мне сделали предложение, естественно, я была очень рада. А он психически был здоров? Он был абсолютно нормальный, вел себя хорошо, прекрасно. Но все началось после того, как мы поженились. Вот как есть такое... Говорят, что до свадьбы люди одни, а после свадьбы они становятся совершенно другими. Он уже был молодым совершенно, да? Мне было 19, ему 21. А мне вообще не нравится. Ты только что говоришь, что тебе нравится она. Ну, теперь она мне не нравится. Почему? Не знаю. Ты как дура смотришься. Да, это очень глупо вообще. Не, Рима достойная кандидатка. А в чем неадекватность, я никак не могу понять. Он делал какие-то проверки, например, вот он мог прийти домой, лечь в коридоре и спать. И он смотрел, что я буду делать. То есть по его понятиям я должна была к нему подбежать, может быть, его на руках перенести, на кровать, я не знаю. А как вот считаете, я в здравом уме ждала маму, например, или мой брат, с зашторенными окнами на подоконнике. Часами. И когда маме было темно, она открывала, и я там стояла вот так. Мама падала в обморок. А мой брат надевал шубу, которые висели на вешалке, и тоже стоял мокрой часами. Ждал, пока мама зайдет, откроет гардеробную уставшую школу. Он у нее прыгал, мама потеряла сознание. Мы нормальные, мы не нормальные, кельдетские, нифига себе. Рим, он был шизофреником? Этого нету диагноза. Погруженность в себя, неконтактность, некоммуникабельность. Он был некоммуникабельным. Может быть, аутист? С моими друзьями, не контактировал никак. То есть были ситуации, когда ко мне приезжают друзья в гости, семья. Муж, жена, ребенок. И человек просто собирается, и прямо в коридоре с порога они здравствуйте. Не как мужчины обычно, они руку подают. А он им до свидания. Он ничего, молча просто одевался и выходил. Но вы понимаете, что Рим это диагноз? Это какие-то симптомы аутизма? Сейчас, может быть, да. А в сексе, скажите, пожалуйста, не засыпал на вас? Нет. Нет? То есть в это время было все хорошо? Значит, не аутист. А что-то другое, да. Слушай, а таких у меня половина подъезда соседей, с которыми здороваешься, они мимо проходят, делают вид, что не знают тебя и тоже не здороваются. А у меня фельдка идет, и вы прямо так здравствуйте. Пока здрасте не скажут, не отвяжутся. Теперь все здороваются. Просто были случаи, когда поступали реальные угрозы с... С ножом? Да. Да что? И после вот этого случая, то есть я очень... Я хотела сохранить семью, и я не думала о разводе, ни о чем. В общем, Римусь, правильно, что развелась. Пошпади, знаю, чтобы ему там в голову пришло. Видишь, что ты так красиво говорят все, а я так вообще не умею говорить. Э, Б, Мэ. Зато у тебя от сердца все, ты сказала как надо. У вас остался один бонус свидания наедине. Да, мы пообщаемся. Пройдите. Проходите. Вообще, я вам хочу сказать, это страшно. Выходишь замуж, да, за одного человека, получается, что там такие страсти, такие тараканы. И знать не знаешь, с кем живешь. А как вам невеста? Хорошенько. Владу будет тяжело выбрать. Хороша, не, Рим, хороша, хороша. Хороша, хороша. Потом у нее есть такой покой, она такая рассудительная. При этом она, ну, байк. Да. На чем катаешься? Сейчас уже ни на чем. А до этого каталась? На спорте, да? Или на чопере? Да, да, да. Хотела спортивный мотоцикл, чтобы было все красиво и удобно, и чтобы мне нравилось. Просто в один прекрасный день я поняла, что мне это нравится, я этого хочу. Я выучилась в школе, купила мотоцикл, села и поехала. А что случилось? Почему перестала кататься? Ты говоришь, сейчас нет у тебя мотоцикла? У меня сейчас нету, я продала, и я не хочу спортивный мотоцикл, я хочу что-нибудь более дорожного типа. Скорее всего, чопер. Сейчас очень многие на чоперах катаются. Да, мне нравится более чопер, все-таки спортивный стиль, это, я считаю, что больше мужчине подходит, и, может, какому-то молодому парню, скажем так. Да, вообще, ты знаешь, у меня очень много друзей, и именно со спортов пересаживаются либо на дорожники, либо на чопер. Это общий тренд, и более удобный. Более удобный, да, он устойчивый. Мы каждый год ездим в Крым на мотоцикл, вот каждый год. И в этом году ездили, там были в этом году два с половиной месяца. Это очень круто, очень... Кто на мотоцикле не катается, да, ты же понимаешь. Они нас не поймут. Как говорят, автомобиль возит тело, а мотоцикл возит душу. А может быть, Ларчик просто открывался. Может быть, у него баба была на стороне, вот и все. А она не нужна была, поэтому он так себя и вел странно. Тоже же такое могло быть. Женился и влюбился, правильно. Почему-то не знает. Вот 52 года, вот я тоже, ну, живи себе и радуйся. Ну, все, дети выросли там, внуки, все, такая приятная радость. Слушай, опять детская кухня, маститы, вот это сцеживает. Это вообще просто, это байка, это такая, сели, поехали. А он устал, а он тоже так в прихожке отрубится, понимаешь, откуда он приедет. И что делать. Проверочки устраивает, да? Спасибо. Может быть, сразу и сюрприз? Ну, что, посмотрим, может, у этого сюрприз еще поприятнее для него будет. И он не снимет ее шарф, как той. Эти желтые ботинки Жарают быстро по асфальту И ты опять идешь пешком Я мимо проезжаю к чайке В дропе мило улыбнулся И посмотрел в мои глаза Синний легкий быстрый ветер Застрял надолго в тормозах Рок-чоп-чоп-чоп Рок-коп, чоп-чоп, и рок-коп, чоп-чоп, а-хай! Рок-коп, чоп-чоп, и рок-коп, чоп-чоп, и рок-коп, чоп-чоп, а-хай! Спасибо, дорогая! Спасибо, Римочка, удачи вам! Проходите. Аркадий и Дмитрий, не облизывайтесь, рассказывайте. Сложный, Влад, у тебя выбор будет. Кстати, а вы при женщинах? Если вы спрашиваете, женат я или нет, то я не женат. А вы? Я не женат, но собираюсь. Я даже не знаю, очень сложный выбор, все девочки красивые, хорошие. Женщина интересная, еще моложавая, тоже байк вообще. Поет то, что надо петь, наше поколение, оно нам понятно, шикарно выглядит вообще. Вы знаете, очень интересный человек, у нас совпадают интересы в том плане, что она тоже интересуется мотоциклами, понимает, как мы выяснили сейчас в разговоре. Но совпадение интересов, это еще не то единственное, что может людей связывать, я так думаю. Ты лучший, Валя. Ну, правда. Ну, мне уже и не 43, еще. Мне Римма очень понравилась, очень. То есть, вот она могла бы быть моей подругой, потому что у меня мои подруги такие. Она действительно мне понятная, нежеманная. С удовольствием бы дружила с вами, Лариса. У Риммы в любом случае в ближайшие пару лет прекрасные возможности по части личной жизни. Я вообще удивляюсь, почему она у нас оказалась еще с весны у нее. Вот эта волна, когда можно находить любовь, есть. Искренне желаю, чтобы эта волна до Риммы наконец докатилась. Я думаю, что она не останется после нашей программы, особенно без какого-то мужского ответа. От себя еще добавлю, что гороскопически женщина хозяйственная, серьезная, трезвая. И пусть не беспокоятся те мужчины, которые захотят прокатиться за ее счет. Или на ее мотоцикле, или на ее деньгах. Только серьезные будут рассматриваться. А у нее действительно есть возможность найти кого-то, причем достаточно молодого. Не захочет нормальная девушка, без корыстных целей быть с ним. У тебя был какой-то прогноз? У меня есть прогноз, прогноз парадоксальный, про Новый год, про то, как готовиться к грядущим праздникам. Новогодние праздники неотвратимы, но они всегда наступают не вовремя. И всегда в последний момент мы бегаем по магазинам, собираемся и доделаем какие-то дела. Декабрь будет таким напряженным месяцем, он будет просто дымиться от какого-то возбуждения и сложностей. Лучше все делать в ноябре. Если речь идет о бизнесе и о деловых вопросах, лучше разбираться с ними с 3 по 18 ноября. Школьники и студенты, к вам отдельно обращаюсь. Лучше, чтобы под елку и под бой курантов не сдавать последние хвосты, и не готовиться к экзаменам, лучше до 21 ноября пытаться набрать учебные обороты. Женщины, те, кому важно выбрать красивое платье к Новому году, запомните, что начиная с 6 декабря выбрать что-то шедевральное в магазине будет сложно. Поэтому лучше всего во второй половине ноября заботиться сразу тоже покупкой чего-то красивого, в чем вы будете незабываемо и произведете впечатление хорошее. Ну и, наконец, закупать несколько портящиеся продукты, готовиться, подарки для близких приобретать. Ну и просто последний шанс спланировать, как вы проведете этот Новый год, с 10 по 16 ноября. Спасибо. Проходите сюда, куда решили, мы вас поддержим. Я к тебе пришла прям очень такая живая. Если ты меня выберешь, то я сделаю тебя по-настоящему счастливой. Может, наши дети подружатся, и мы создадим с тобой футбольную команду. Вы из тех мужчин, у которого есть смысл ждать, из-за которого есть смысл бороться. Предлагаю всем выйти и поддержать Владислава. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как неожиданно! Надо дверь закрыть. Чтобы нас никто не беспокоил. Сработал хомут. Сработал хомут, и я очень рад, что познакомился с тобой. Я хочу узнать тебя ближе, хочу общаться с тобой. Хочу, чтобы ты узнал меня тоже близко. У нас есть пара Владислав и Валентина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Рада за вас. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИШИСЬ! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова